Какие продукты сгущают кровь? Имеются ли противопоказания? Какие последствия могут возникать при сгущении крови? Обо всем этом вы вскоре узнаете. Досматривайте ролики до конца, подписывайтесь на канал и узнавайте первыми все самое важное и интересное. Кровь – это одно из самых важных для нашего организма. Абсолютно все в организме питается кровью. Поэтому хорошее кровообращение – это очень важно, это залог здоровья. Кровь – это особая соединительная ткань организма человека, имеющая жидкую форму. Она влияет на то, как будут функционировать все органы и системы человека. Так какие же продукты сгущают кровь? Употребление некоторых продуктов и вредные привычки могут повлиять на сгущение крови. К основным продуктам сгущающим кровь относятся бананы, картофель, сахар и кондитерские изделия, петрушка и укроп, грецкие орехи, рябина, гречневая каша, белокочанная капуста, мясо жирных сортов, белый хлеб, сало, сливочное масло. На вязкость крови еще и способствуют алкогольные напитки. Они считаются мочегонными продуктами, которые следовательно способствуют обезвоживанию организма и приводят к загустению крови. Следует отказаться от газированных напитков. На консистенцию крови еще могут повлиять некоторые лекарственные растения – зверобой, крапива, тысячелистник, лопух, хвощ и другие. Густая кровь – это всегда тревожный симптом, который является следствием некоторых нарушений в организме, а также свидетельствует о некоторых заболеваниях. При сгущении крови затрудняется ее основная транспортная функция, впоследствии конечно же страдает весь организм. А именно, окислительно-восстановительные процессы в сердце, сосудах, головном мозге, печени и в других органах протекают с нарушениями. Сегодня все чаще можно услышать о том, что кровь слишком густая, то есть это повышенная ее вязкость. Чем же это опасно? Густая кровь намного хуже двигается по сосудам, создается дополнительная нагрузка на сердце. Вследствие увеличивается риск возникновения тромбу в сосудах. Часто при густоте крови организм вырабатывает больше гемоглобина. Чрезмерно густая кровь намного хуже проникает в маленькие сосуды и капилляры. Из-за этого организм чувствует дефицит кислорода. Поэтому сгущение крови необходимо заметить на как можно на более раннем этапе и обратиться к врачу. Ученые из Мельбурна, Австралия, провели исследование, в процессе которого изучили истории болезни около 30 тысяч пациентов, у которых выявили проблему густой крови. О ней могут сказать 8 признаков, которые выявили ученые в ходе исследования, а именно. Легкие покалывания в конечностях. Часто они сопровождаются онемением рук и ног, например, как если бы человек отлежал их во сне. А это как раз и есть признак того, что кровь плохо проникает в капилляры. Часто с этим симптомом связаны выступающие вены, холодные ступни и кисти рук, синеватый оттенок кожи. Зрение и слух ухудшаются, из-за плохого кровоснабжения происходит постепенное снижение этих важных чувств восприятия окружающего мира. Одновременно может появиться шум в ушах и слезливость в глазах. Чувство тревоги. Такое ощущение может сопровождать разные заболевания и также сгущение крови. Медленное кровотечение при порезах. При этом кровь имеет темный бордовый оттенок. Это связывает с тем, что уровень воды в крови понижен и приводит к увеличению количества эритроцитов. Сонливость. Этот признак часто сопровождается зевотой. Мозг при этом начинает испытывать кислородное голодание. Одновременно с этим сам сон становится тревожным, беспокойным. Во время бодрствования человек неэнергичен. Быстро утомляется, появляются синюшные круги под глазами. Мышечные боли. Чувство, как при повышенной температуре. Боль и слабость даже после сна. Болевые ощущения могут переходить в область затылка и в область спины. Одышка. Сердцу становится трудно прокачивать кровь, так как кровь течет медленно. Начинается аритмия, сопровождаемая учащенным дыханием, как после пробежки. Противопоказаниями при густой крови является употребление продуктов, которые сгущают кровь, курение и алкоголь. Также следует исключить мочегонные средства, гормональные препараты, оральные контрацептивы и виагру. Кровь – это важная часть человеческого организма, которая не только доставляет во внутренние органы кислород и питательные вещества, но и является системой, которая выполняет важные функции, в частности, обеспечивает иммунитет и противостояние вирусам. В нашем организме все очень сильно взаимосвязано друг с другом, поэтому очень важно вести здоровый образ жизни. Теперь вы знаете, какие продукты приводят к сгущению крови, к чему может привести сгущение крови, симптомы, а также противопоказания. Питайтесь правильно, больше гуляйте на свежем воздухе, старайтесь меньше нервничать, обязательно пейте больше воды и взамен ваш организм скажет вам огромное спасибо. Здоровья вам и долголетия!